Представители знака Зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте! Торо-расклад. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Торо на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что нам расскажут, раскроют карты, каковы события на эту неделю. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня статьи по разным транзитам. Есть события до конца 2024 года, планетарный гороскоп. И по транзитам много видео. Я оставлю ссылки в описании под видео. Надеюсь, вам расклады статьи будут чем-то полезны. Мы же с вами идем вперед. События ближайших дней, чего это может касаться. Может быть, какая-то сфера жизни, что вас будет волновать или будет для вас принципиально важным. Что важно знать. Вот такую карту мы с вами достанем. Неожиданности или чего не избежать. Чему сейчас не время или что вам может помешать, мои дорогие близнецы. Что же вам будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работы, бизнес. Энергия, денег на неделю. Личная жизнь, как видят карты. И достанем с вами карту совет. Что же будет для вас важно? Ох, карта отшельника. Карта отшельника это тот, который идет сам по себе. Я люблю эту карту, никто не мешает. Поэтому помех нет. Но отшельник идет медленно. Поэтому где-то карта вам советует не торопись. Какие-то вопросы, их быстро не решишь, значит, понимаете. Причем это выбор жизненного пути. Где-то себя не ускоряйте, не тормошите. Для вас это некоторая медлительность. И может быть для вас, мои дорогие близнецы, вы люди часто более быстрые. Вы быстрые даже в анализе ситуации. Вы быстро умеете принимать решения. Но карта о чем говорит? Ты можешь пока на данный период времени не видеть каких-то обстоятельств. А они продолжат развиваться. И несколько картин может измениться. Отшельник наш идет. И всегда отшельник изображается с фонарем в руке. Фонарь не что иное, как прообраз нашей интуиции. Которая включается как будто в нужный момент. И мы видим, включился фонарь. И отшельник видит змею. Поэтому, может быть, для вас есть какой-то период из сомнений. Или когда вы не должны в каких-то вопросах себе навредить. Рассмотреть вот все какие-то подводные течения. И рифы, иносказательно говорю. Или конкретных людей, которые, ну, может быть, есть, которым вы не можете доверять. Может быть, и такой вопрос. Поэтому будьте предельно внимательны. Вот такой неспешный путь. Ведь отшельник – это тот, который, словно, нехоженными тропами идет. Это может быть какое-то совершенно новое, но принципиально важное. Делая для вас, мои дорогие близнецы. И поспешно здесь вам не будет оказывать поддержки. Здесь, наоборот, ну, внимание к деталям, к мелочам. И некоторая осторожность. Как будто вот это то, что важно знать. Все решится в свое время. Неожиданности. Сами по себе не неожиданности. Какая-то пауза может быть. Еще один старший аркан. И оба старших аркана говорят, что ты хочешь, что ты осуществишь. Но, может быть, не так быстро. Не в те сроки, как вы что-то хотели. По аркану умеренности. Где-то баланс наших эмоций. Быть дипломатом. И, может быть, рассмотреть какие-то альтернативные пути. Хотя я больше склонна поговорить об этих двух картах. Что все идет действительно своим чередом. Слушайте себя. Слушайте свою интуицию. И где-то неспешность этой недели вам помогает, с одной стороны, привести, знаете, как организм в порядок. Себя не тормошить. Дать отдых буквально. Может быть, у кого-то это отпуск. У кого-то, может быть, и путешествие во время отпуска. И тут тоже не время торопиться. Не время торопиться даже в отпуске, кстати, чтобы где-то не попасть в просад. Поэтому такие доброспокойные энергии, мои дорогие, они вам помогают. С чему сейчас не время? Не время как-то глобально тратить деньги. Хотя это больше девятка Пентакли. Это карта заработков или прихода денег. Может быть, на этой неделе деньги не приходят. Или нам ведь говорит карта, что у тебя сейчас достаточно сильная позиция по финансам. Или могут они, в принципе, как бы прийти, но не время их тратить. Больше нам говорят о том, что ты сохраняй. Вот есть какая-то сумма, которая вами должна быть как-то распределена. И вы не должны думать, как будто так, что вот эта сумма будет приходить к вам регулярно. Или что будет так всегда. Не время вообще финансовому риску. Но и не время, мои дорогие, вложению, инвестициям. Но не на этой неделе, это точно. Как будто карта – это карта самодостаточности, прекрасная карта. Но, видимо, действительно, с учетом Аркана Отшельник, есть еще какие-то неопределенности, когда, если вы вложите куда-то средства, может быть, вы в последующем пожалеете, что поторопились, или вам не захочется участвовать в каком-то проекте, или вы приобретете, может быть, что-то такое дорогое, а потом разочаруетесь. Поэтому, ну, как-то будьте более продуманными. Что вам помогает? Карта императрица. У кого-то личная история и помогает ваш любимый человек, безусловно. Для девочек, мои дорогие близнецы, здесь может быть ситуация, когда состояние, я жду ребенка, или какая-то ваша внутрисемейная, внутри партнерских отношений ваших, какая-то тоже как ситуация, обстоятельства, или вы будете вместе сообща, решать вопрос о месте пребывания, проживания, или какого-то переезда, или поездки. Карта императрица – всячески благоприятная карта, потому что это символ нового «я», организация вашей жизни. И это в целом благополучие, организация помогает, правильная, продуманная какая-то организация. И по карте императрица, правда, финансовый вопрос тоже проигрывается. Это карта состоятельного человека, но помни, кому помогаешь, в каком объеме помогаешь, и рассчитывая сам на себя, или рассчитывая сама на себя. Поэтому с деньгами точно промахнуться как-то вот нельзя. Я понимаю, у каждого своя ситуация, поэтому, ну, больше нам отшельник, ведь это дервиш, он тут не совсем про траты. Ему как будто деньги вообще не нужны. Для него идея, философия жизни какая-то важна, более нежели какие-то приобретения или инвестиции. Поэтому, ну, вопросы не совсем меркантильные будут важны на этой неделе, а может быть где-то вопросы и чувств. Но тогда это те чувства, которые каким-то образом увязаны с делами или вашими планами на будущее. И тогда как-то рационально все равно оценить обстановку следует. По спешности не время, это правда. Что-то на кону может стоять очень важное. У вас три старших аркана. Прекрасные арканы, надо сказать. Никто не мешает. Умеренность – это само по себе гармония, спокойствие. И аркан императрица. Ну, вот девятка пентаклей выпадает в позиции, чему сейчас не время. Поэтому с деньгами будьте аккуратны. Что скрыто. Ну, не сглупить буквально, может быть, по части денег. Это может быть и как новая какая-то история, может быть. Или вопросы, связанные с поездкой, с переездом. Есть как ваши какие-то задумки на будущее по нулевому аркану. Это нет ничего невозможного. Вы что-то хотите осуществить. И у вас все получится. Но надеемся сами на себя. Об этом нам говорит карта. И все же будем предельно внимательны. Хотя в этой колоде карт наш шут жонглирует всем зодиаком. И карта подразумевает значение хаос перед началом творения. Поэтому своеобразный хаос, он может быть. А вам из этого хаоса придется отстроить порядок. Но пока еще есть какие-то неопределенности. Не торопитесь на этой неделе, чтобы подметить все детали. И если вы что-то новое уже планируете, Может быть это то, что вы никому не говорите. Это вы можете тоже что-то скрывать. Почему скрывать? Потому что вы еще с чем-то не определились. Ну, может быть, постепенно нам где-то карта говорит. Ты с мудростью к какому-то вопросу, как отшельник, подойди. Более рационально. И позволь ситуации какой-то развиться самой по себе. Пронаблюдай. А потом в последующем ты сделаешь выводы. Есть взаимосвязь с внешними событиями для вас, мои дорогие близнецы. И для кого-то эти внешние события как поведение людей, А для кого-то из вас обстановка. Или одно и другое воедино. Дела, работа, бизнес. А вот уже и карта скорости. Значит, у вас где-то неделя, по крайней мере для кого-то из вас, Словно делится на две части. Может быть, к концу недели придут какие-то скорые новости. Или вы получаете долгожданный документ. Подписанный, может быть, документ. Восьмерка жезлов. Вы можете куда-то отправиться быстро. Поехать куда-то. Или к вам приезжает человек. Но есть передвижение. По восьмерке жезлов мы чего-то не можем отложить на потом. Мы должны действовать сейчас. Или с чем-то разобраться. Или, как минимум, может быть, совершить звонок и кому-то сказать, Да, я в теме, я знаю. Не говоря ни да, ни нет конкретно вердиктов, не вынося. Не платя, может быть, конкретно денег. Но как будто и не отказаться. Может быть, у кого-то такая ситуация. Как будто и да, ни нет не говорить. Вот была раньше такая детская игра. Но в то же время проучаствовать стоит. Самое главное не упустить какого-то времени. Или какой-то доброй возможности. Потому что по восьмерке жезлов есть еще такое значение. Мы набираем темп. Поэтому, может быть, как раз для кого-то это будет, когда перед вами какие-то перспективы раскроются больше. Если вы, к примеру, получаете документ. А для кого-то из вас это будет просто какое-то дело. Вы на или решение того или иного вопроса. Вы еще не видите, будет это вами продолжено или нет. Но как раз продолжено. Может быть, и с большим плюсом. Как будто будет набирать темп или нарастать будет темп. Какое-то дело, которое в последующем для вас, ну, как мы говорим, выгорит или будет полезно. Но на этой неделе есть еще неопределенности. Словом, держите руку на пульсе. Финансы. Пятерка Пентаклей. Ну, вот нам, может быть, поэтому и говорят, будь с деньгами аккуратен. Это карта нехватка. Финансов буквально. Или, может быть, и вы испытываете некоторый недостаток. Или вы ожидали, что придут деньги, а они не приходят. Поэтому, ну, не время где-то так серьезным покупкам. Или карта наперед предупреждает, просчитая что-то по финансам. Также по этой карте проходит недопонимание. Холодность в отношениях. Или, может быть, какая-то история, когда вы даже буквально в своей семье, вы видите одну стратегию финансовую, а ваш партнер видит другую, вы не можете договориться. Или из-за денег есть какие-то споры. Может быть, мои дорогие близнецы. Поэтому, так или иначе, мелкая карта. И придется уделять внимание, как и взаимопониманию, каким-то договоренностям, так и деньгам. Это на повестке будет недели важно. Личная жизнь, еще одна пятерка. И по этой карте проходит сама по себе неопределенность. Или я называю информационный хаос. И где-то вот по аркану нулевому нам говорят, что скрыто. Пока нет от чего оттолкнуться. Или нет какой-то конкретики на этой неделе. И, может быть, поэтому восьмерка жезлов и говорит, тебе как будто и не отказаться нельзя. И согласиться нельзя. У кого-то может быть такая ситуация. И придется где-то искать это среднее арифметическое. Потому что с чем-то вы пока не определяетесь. Но чувствуете, что отреагировать на какое-то дело, событие вам определенно стоит. Вот, мои дорогие близнецы, почему-то такая энергетика по пятерке жезлов. Это вы сами где-то можете искать информацию, как правильно решить тот или иной вопрос. Может быть, посредством интернет. Вы можете обращаться и к специалистам, хотя нам об этом не говорят, чтобы прояснить, как же правильно поступить в той или иной ситуации. Но есть какая-то турбулентность. А также по пятерке жезлов это есть. И могут быть, по крайней мере, такие люди, когда утром вам говорят одно, а вечером отказываются от своих слов. Может быть, и вы где-то, мои дорогие близнецы, тоже будете с учетом всех арканов решать вот так свой вопрос, уходя от проплат или от каких-то обещаний и обязанностей. Ну и этого я не могу исключить, ведь у каждого своя ситуация. Давайте карту совет рыцарь мечей. Правда истина и ничего, кроме правды. Да, нужно знать, как работает в отношении вас закон. Вам нужно видеть рационально какую-то конкретику. или если вопросы у кого-то стоят по части важных составлений документов, оформлений документов, пересмотра, может быть, каких-то соглашений, контрактов. Нужно быть очень рациональными. Буквально стоит обратиться в какие-то инстанции, чтобы навести нужные справки или узнать, что нужно сделать для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Нужно знать, как будет работать закон в последующем для вас. Тут нужно все просчитать. Причем просчитать так на пару шагов вперед, как минимум. Должна быть какая-то, знаете, конкретика перед вами совершенно ясна. Вы буквально не можете себе навредить. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Есть, словно придется балансировать между тем, чтобы чего-то не упустить, но и самому не оказаться в каком-то промахе. Самому с чем-то тоже не сглупить, мои дорогие близнецы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.